ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сентября 1945 года Подписанием капитуляции Японии Здесь надо помнить Простую истину Что Вторая мировая война состоит Как бы из двух элементов Большого и малого по времени Большое это Вторая мировая война 1939 по 1945 год Великая отечественная война 22 июня 1941 года началось И дальше Мы празднуем 9 мая Капитуляция была подписана в ночь С 8 на 9 Но во всяком случае будем говорить День Победы 9 мая Это завершение нашей Великой Отечественной войны Борисов Николай Сергеевич Доктор исторических наук Профессор исторического факультета Московского государственного университета Имени Ломоносова Здесь надо иметь ввиду Что конечно у каждой страны Была своя стратегическая цель Каждая страна имела Свои основные стратегические задачи И в этом отношении Конечно задачи В предвидении новой войны Конечно для Германии Основная задача Это избежать войны на два фронта Избежать войны на два фронта То есть То что повторилось Могло повториться По итогам Первой мировой войны Вот это для немцев был урок Поэтому они считали Что нужно сначала Мощным ударом выбить Какую-то одну из своих Соседних стран Потенциальных своих противников А потом уже Повернув свои силы Направиться к другой Но вот Куда пойдет нападение Куда пойдет направление Военных действий Вот это был вопрос Потому что у Германии Был определенный выбор Она могла с одной стороны Воевать с Францией Как она делала Собственно в Первой мировой войне Начиная с Франции Ну и на Франции Приходит на помощь Англия Начинается уже схема Которая происходила В Первой мировой войне А на той стороне На Восточном фронте Там Россия Теперь Советский Союз Эта стратегия Выгодна была для Германии И она старалась достичь этого рубежа Но вот Какой противник выгоднее Так сказать В первую очередь Уничтожить Выгоднее ли ей Напасть на Советский Союз А потом расправиться С Францией И Англией Или наоборот Сначала расправиться С Францией и Англией Или потом уже Потом уже С Советским Союзом Это для нее был вопрос И как известно У Гитлера На столе лежали Так сказать Две папки Одна называлась План Барбаросса О том Как напасть на Советский Союз Какая стратегия Этой войны должна быть А другая папка Называлась Операция Морской Лев В которой находился План высадки десанта На территорию Англии Через Ла-Манш И дальше Сухопутные силы Идут на завоевание Англии У западных стран Своя логика процесса Ну например Та же Франция Франция и Англия Которые в данном случае Выступали В едином Так сказать Строю Их идея состояла В том Чтобы Как можно Дольше Уходить от войны В надежде на то Что Гитлер Нападет на Советский Союз И вот тогда Эти два Как они считали Диктаторских режима Уничтожат друг друга Или по крайней мере Ослабят друг друга И тогда Они смогут Диктовать уже Свои условия В этой ситуации Поэтому Они изо всех сил Старались Уйти от Заключения Каких-либо Договоров С Советским Союзом В расчете на то Что Гитлер Нападет на Советский Союз И это будет то Что им нужно Так что У каждого Была своя стратегия В этой ситуации Стратегии были Достаточно циничные Но самая Конечно Такая Тяжелая И перспективная Борьба Это то Что происходило Осенью Сорокового года Так называемая Битва за Англию Битва за Англию Это действительно Важнейший эпизод Да не эпизод Даже Важнейший момент Второй мировой войны И Есть историки Которые считают Что именно здесь Был переломный момент Что именно здесь Гитлер проиграл Основную свою ставку Ну как известно Битва за Англию Состояла в том Что Гитлер Несколько раз Пытался договориться С англичанами В то время Когда шло завоевание Франции Гитлер Как известно Не уничтожил Английский экспедиционный корпус Который Прислан был На помощь Французам Но Гитлер Загнал их К побережью В районе Дюнкерка И после этого Остановил свои войска Дав возможность Этому английскому Экспедиционному корпусу И сопровождавших ему Французских добровольцев Уйти в Англию Там было около 300 тысяч человек Это огромная цифра 350 тысяч человек Но гитлеровские войска Стояли Они могли просто Сбросить их в море И уничтожить Но Гитлер этого не сделал И все говорят И в общем Это очевидно так и есть Что это Результат того Что Гитлер надеялся Все-таки договориться С англичанами О том Что Англия выйдет Из этой борьбы И тогда он в Европе Будет полный хозяин Ему легче будет С Советским Союзом Разделиться Да Но в Англии Как раз в это время Летом 40-го года Пришел к власти Режим Черчилля Новое правительство Черчилля Которое настроено Было очень воинственно И вот Черчилль заявил Что В своей знаменитой речи 10 мая 1940-го года Черчилль заявил Что мы будем Биться до конца Что мы не будем Никакие мирные Переговоры Поддаваться С гитлеровцами Он говорил Он вообще был Замечательный оратор И он говорил В своем обращении К народу О том Что я не могу Обещать вам ничего Кроме крови И пота И слез У нас есть Великая цель Наша цель победа Этой цели мы достигнем То есть вот такая Вдохновенная речь Она конечно Свидетельствовала о том Что англичане Настроены Серьезно Они настроены Продолжать борьбу После падения Франции Которое произошло Очень быстро Как известно Летом 1940-го года И вот В этой ситуации Гитлер сначала Пытался Организовать Десант Высадку десанта На территорию Англии Но потом он понял Что с десантом Слишком Так сказать Ненадежная версия Потому что Зависело от погоды Это зависело От флота В частности Английский флот Был сильнее Чем немецкий флот В это время И поэтому Гитлер Подумов Решил остановиться На идее Начать Воздушную войну Против Англии И вот Начиная С августа И до конца Октября 1940-го года Каждый день Каждую ночь Готовились Немецкие налеты На Английские города Сначала Это были налеты Только на военные Объекты Потом уже От военных Объектов Перешли К мирным объектам Начались бомбежки Лондона Несколько десятков Тысяч человек Погибло Точные цифры Неизвестно Но конечно После таких уже Отношений Англия Решила Что она будет Биться до конца Правительство Черчилля Обращается К Соединенным Штатам Потому что Англия Испытывала Недостаток Недостаток В военных Технологиях Военных Главное Не хватало Средств Не хватало Людей Ну то есть Нужно было Прежде всего Мощную Такую материальную Помощь Оказать И реальным Оружием И деньгами И вот Черчилль Обратился К Соединенным Штатам К Рузвельту Рузвельт Провел в Конгрессе Этот знаменитый закон В Ленд-Лизе О том Что можно Предоставлять Военные оборудования Англии Сначала этот закон Распространялся Только на Англию Но потом он Распространился Как известно В 41 году И на Советский Союз Закон о Ленд-Лизе Благодаря этому Англия усилилась Они освоили Некоторые новые Военные технологии В частности Когда начались Эти немецкие налеты То англичане Включили Сеть Радаров По всему побережью Для того времени Это была новинка То есть Это была система Предупреждавшая О приближении Вражеских самолетов И когда Такое предупреждение Поступало То англичане Успевали Поднять свою авиацию И начинался Воздушный бой То есть Они немецкие самолеты Не допускали До жизненных центров Страны Старались Во всяком случае Не допускать Короче говоря Вся эта битва За Англию Закончилась Тем Что Гитлер Понял Бессмысленность Этого проекта Он терял Много самолетов Он терял Много летчиков А результата Было никакого Англичане Как оставались Воюющей страной Так и оставались Поэтому Гитлер Приказал прекратить В октябре Сорокового года Вот эти вот налеты И дальше Он уже начинает Останавливаться На мысли Что надо все-таки Начать сначала Напасть на Советский Союз Покончить на Востоке С Советским Союзом И дальше уже вернуться К борьбе К борьбе с Англией Вот так вот Постепенно Раскручивалась Эта ситуация Ну и на этом фоне Оставил французское государство Оставил французское государство К борьбе с Англией О Гитлеровской Германии Франция И победил Победил в глазах французов Русскому народу Репрессии И мы все это знаем Но надо отдать ему должное Сталинское правительство И сталинский режим Был крепким Это было государство Которое выдержало Вторую мировую войну Выдержало удар немцев В летом 41-го года